В уходящей неделе якутские ученые презентовали уникальную находку пещерного львенка. Останки доисторического животного сохранились до наших дней в идеальном состоянии. Даже лучше, чем ранее найденные львята Уян и Дина, отмечают в Академии наук. Речь идет о находке 2015 года. Тогда они стали мировой сенсацией. Это были первые и единственные в мире хорошо сохранившиеся детеныши пещерных львов. Их нашли на берегу реки Уиндино в Абыйском районе. Там же обнаружили и нового львенка. Находка представляет научную ценность, однако ученые не исключают и возможности возрождения вида. Насколько реально возродить пещерного льва и какие факты о доисторическом животном поможет узнать третий львенок, расскажет Саргалана Захарова. Вечная мерзлота Якутии вновь сделала уникальный подарок мировому научному сообществу. В Абыйском районе нашли идеально сохранившиеся останки детеныша пещерного льва. Всего 20 минут на осмотре и ценный артефакт должны обратно поместить в специальную морозильную камеру. Температура в ней сохраняется строго на отметке минус 18 градусов и без контакта с кислородом. Это наиболее схожие условия с той средой, в которой находился львенок сотни тысяч лет. Две черные пятна – это уши, ротовая губа, передняя нога правая, подушка и пальцы видны. Сохранились даже подушечки на лапках. Также отчетливо можно разглядеть и хвост котенка. Примерный возраст животного, который называют ученые – 2-3 недели. Он больше 4 килограмма, длина 47 сантиметров от кончика носа до основания хвоста. Отметим, что он старше и тяжелее своих собратьев, которых нашли ранее тоже в Абыйском районе. Произошла сенсационная находка в 2015 году. Двух львят обнаружили на берегу реки Уян-Дина. Они вышли наружу из вечной мерзлоты во время обрушения берега после весеннего паводка. Маленьким хищникам, как показали исследования, было всего неделя от роду. Теперь сравнительный анализ двух находок поможет заполнить многие пробелы в знаниях об этом доисторическом животном. Это нам дает прекрасную возможность изучить возрастные изменения пищевых львов. Это очень хорошая находка. Помимо этого ученые надеются, что находка поможет раскрыть еще много других закаток самого крупного хищника времен Летникового периода. Почему пещерными львами их назвали? Их вначале обнаружили рисунки в пещерах и черепах пещерах. Это было в Европе. И вот нет ни одного рисунка с грибой. То есть непонятно, пещерный лев грибу имел или не имел грибы. А это очень большое значение имеет на социальные, поведенческие реакции этого животного. Исследовать львенка вместе с якутскими учеными будут представители ведущих институтов Москвы, Санкт-Петербурга и зарубежных университетов. В Академии наук планируют продолжить сотрудничество с учеными из США, Германии и Японии, которые задействованы в изучении первых двух львят. Будет исследование по ДНК обязательно, чтобы в точности определить, что это лев пещерный. Потом будет исследование по радиоуглеродной датировке, то есть время гибели, в какой период этот львенок погиб. Потом будет исследование внутренних органов, исследование по томограмме, то есть исследование именно анатомии скелета. И обязательно сравнение со современным мусородичем. Что же касается клонирования пещерного льва, то ученые не исключают и такой возможности. На сегодня изучение этих хищников показало, что наиболее приближенным к ним видом является современный лев. Но в то же время классический способ клонирования здесь невозможен, все потому что для этого необходима живая клетка. А в останках львят, к сожалению, ее нет. Однако в наше время ведутся работы по реконструкции ДНК. И возможно в будущем, если удастся восстановить код, то мир все же увидит живого пещерного льва. Саргалана Захарова, Марьяна Кутукова, Владимир Таюрский, Якутия. День за днем.